Всем привет, мои дорогие! Сегодня хочу вам показать свой последний предновогодний заказ в этом году белорусской косметики. Я решила данное видео не откладывать долгий ящик, потому что многие товары я заказываю уже не в первый раз, и они стали моими любимчиками. Остальные новинки я заказывала по отзывам покупателей, поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. И все-таки в новом году я решила продолжить интенсивно отращивать свои волосы, и теперь у меня появилась новая цель. Я хочу себе волосы длиной по попу. Для этой цели я решила себе добрать новую серию от Vitex, густые и блестящие. В прошлый раз я заказывала себе маску для волос из этой же серии. Она мне очень понравилась, у нее классное действие, классный состав и бюджетная цена. Но, как я уже сказала, в маски для роста волос и в шампунь я не верю, потому что шампунь мы быстро смываем все активные вещества, а маску я наношу на вторую длину волос. А вот такие сыворотки и спреи, да, вот эти средства, они классно работают и для стимуляции роста волос, и противопадений, и для укрепления. Я взяла себе лосьон-активатор и сыворотку-активатор для густоты волос. Чуть больше по составу мне понравился все-таки лосьон. Уже на первом месте после водички идет пантенол, аргинин, специальный комплекс, который, собственно, и стимулирует за 6 месяцев новых 38 тысяч волосинок. Также стимулирует рост новых здоровых волос, придает видимую густоту и объемность волосам. Эта жидкость такая, как водичка, реденькая, прозрачного цвета, приятный нейтральный аромат. И данный лосьон для стимуляции интенсивного роста волос, для укрепления нужно носить каждый день на корни и по всей длине. Следующее средство это сыворотка-активатор. Она мне понравилась чуть меньше, потому что в составе здесь присутствуют силиконы. Но также очень классный состав. Текстура у нее более такая тягучая. И я ее планирую все же наносить всего лишь один раз в неделю после мытья на корни и по всей длине. Поэтому обязательно, когда пройду курс вот этой серии густые и блестящие от Vitex, я вам расскажу, что и как, как они работают, укрепляют волосы, борются с выпадением. И как они стимулируют рост моих волос. Поэтому ждите, отзыв обязательно будет. Далее я взяла свою любимую отбеливающую маску для лица. Это у нас обновленная серия отбеливающая от Vitex. И прежняя маска выглядела вот таким вот образом. И состав у них совершенно другой. Vitex изменили полностью отбеливающую формулу своей серии. Эта маска была больше пилинг. И в составе было 10% АХ-кислот и 1% салициловой кислоты. Здесь в составе присутствует только лимонная кислота. Я специально все компоненты изучила и выписала для вас полезные компоненты по их убыванию. Это рисовая пудра, это персиковое масло, это экстракт алокдянки, который, собственно, и отбеливает кожу. Лимонная кислота, как я уже сказала. Вольтерия индийская, которая блокирует синтез меланина, обновляет клетки кожи и уменьшает пигментацию. Маска, как и прежняя версия, в объеме 100 мл. Присутствует здесь минеральное масло. Но, в принципе, это маска, поэтому ничего страшного в этом нет. Что обещает нам эта маска? Отбеливать веснушки и пигментные пятна, эффективно очищать поры лица, мягко удалять мертвые клеточки, стимулировать обновление кожи и создавать эффект фарфоровой кожи. Я попробовала ее только один раз. У нее более густая текстура, в отличие от прежней версии. Она кремовая, она белого цвета. Она практически полностью вся впитывается в кожу. Я оставляю ее где-то минут на 15, на 20. Наношу на лобик, на носик, на вот эти места и на подбородок. Если у вас есть в других местах пигментные пятна или какие-то проблемы, тогда можете наносить и на другие участки кожи, лица и тела. После смывания и во время никакого дискомфорта эта маска не доставляет ни жения, ни печенья, в отличие от этой предыдущей версии. Неплохо выравнивает тон кожи, убирает черные точки, но опять же у меня не запущенная проблема. И также мне понравилось, что немножечко высветило мне пигментные пятнышки. Они у меня незначительные, но тем не менее присутствуют. Особенно эта проблема у меня усугубляется весной. Поэтому масочка мне понравилась, это в принципе то, что мне нужно, это технология умного отбеливания. Есть такие хорошие компоненты в составе, поэтому буду пользоваться с удовольствием, особенно весной. А там, конечно, решать вам брать или не брать. Но это совершенно другая маска, чем прежняя отбеливающая. Далее я взяла свою любимую маску, также для лица, для очищения пор. Она подходит в принципе не только для лица, но и для тела. Серия называется Увитекс Баня Сауна Массаж. Обожаю всю эту серию и очень люблю из этой же серии крем антицеллитный. Да, он ядреный, он такой сильный, он сильно печет, жжет. Но зато как он классно работает, как он борется с целллитом. Это что-то с чем-то. Особенно если сверху пленочку, да еще какие-то шортики, да еще позаниматься на орбитреке. О, кожа красавица. Что касается этой маски для очищения пор, я также ее люблю и она просто нескончаемая. Конечно, если использовать ее еще и часто на кожу тела, тогда расход намного больше, но все равно экономично расходуется. Здесь в составе присутствует соль и грязь мертвого моря, мед пчелиный, эфирные масла и белая глина. Маска и пахнет эфирными маслами. У нее приятный аромат. Она никакого дискомфорта на коже не доставляет. Неплохо очищает. Конечно, она классно работает именно на респаренной коже лица и тела в бане и в сауне. Но если у вас нет такой возможности ходить в баню или в сауну, или у вас есть противопоказания, то вы можете просто умыться горячей водичкой, а потом нанести эту масочку, там подержать минут 15, как это я делаю, распределить тонким слоем, подождать это время, а потом смыть масочку. Написано, что предназначена для глубокого очищения комбинированной жирной и нормальной кожи. В принципе, я думаю, что для всех типов кожи она прекрасно подойдет. Рекомендую. Объем 200 мл. Маска очень бюджетная и просто какая-то нескончаемая. Далее заказала крем для ног из серии косметика Мертвого моря от Vitex. Очень много слышала положительных отзывов про всю эту серию. Особенно про маску для лица и про такой смягчающий крем для ног. Пока еще, правда, не решила. Заказала его или для себя, или на подарки. Вдруг не хватит мне подарков, и это у меня будет лежать такой а-ля запасной вариант. Это у нас крем идет на основе минералов Мертвого моря, мазких водорослей, масла кокоса в составе и аллатаин присутствует. Смягчает, питает, успокаивает кожу. Объем 100 мл. И особый состав крема придает ногам ощущение снятия усталости, свежести и комфорта. Напишите, пожалуйста, кто пользовался таким кремом для ног от Vitex. Как вам понравился этот крем или не понравился. Далее, что я заказала по многочисленным рекомендациям покупателей. Это вот такое средство для удаления кутикулы с ногтевой пластины. От Vitex. Оно идет с эфирными маслами пихты и чайного дерева. И также в составе есть ланолин. Кремовая текстура белого цвета, густая. Я наношу на кутикулу минут на 15. Потом убираю все остатки лопаточкой и где там остатки какие-то, да, чищаю щипчиками. Идеальный просто маникюр. Мне очень это средство понравилось. Я использовала его всего лишь один раз, но очень осталась довольна. Реально классная бюджетная вещь. А вот эти эфирные масла пихты и чайного дерева это природные антисептики, которые борются и с бактериями и успокаивают кожу после маникюра. Рекомендую. И вот такого объема 20 мл за копеечки хватит очень надолго. Я думаю, что до окончания срока годности это точно. И последнее, что я заказала, это объемная тушь от Релуи. Она называется Доли. Я вообще изначально ее заказала, так сказать, про запас. И не думала ей сегодня красить реснички. Но когда готовилась к видео, решила попробовать наклеить себе накладные реснички. Клеила, клеила, у меня с этого ничего не вышло. Плюнула и накрасила свои ресницы вот этой тушью. Я осталась очень довольна. Она у меня сегодня, кстати, на глазках. Она реально придает очень красивый веерный объем. Он прекрасно разделяет мои реснички. Никаких комочков она не создает. Я проходила с ней практически уже весь день. И она не осыпалась. Она имеет насыщенный черный цвет. Небольшая объемная щеточка. И для меня она оказалась очень удобной. Потому что сейчас я интенсивно отращиваю свои реснички. И они у меня разной длины. А эта щеточка хорошо захватывает реснички любой длины. И прекрасно их прокрашивает. Пока она не осыпалась. Правда, не знаю, как она будет смываться. И сколько она мне прослужит. Но обязательно, как всегда, вам потом более подробно расскажу, что и как. И за мой заказ, мой любимый магазин белорусской косметики, положили мне куча пробников. Пробники я просто обожаю. Потому что я их постоянно беру с собой в поездки. Во-первых, это очень удобно. Они занимают мало места. И очень мало весят. Все это белорусская косметика. Первая, свежесть и релакс. Гель для душа. Потом бальзам маска против ломпости с аргинином. Бальзам маска для окрашенных волос. Защита цвета. Крем-баттер для тела с маслами органы и жажаба. И последнее, это креп дневной органа и миндаль. Роскошная эпиталия. Мне кажется, такой закос а-ля подлоряль. Также положили вот такие две брошюрки. Одна брошюрка с бытовой химией белорусской. Называется она Близ. Я здесь все почитала, поизучала. И больше всего мне понравилось такое средство. Это гель для стельки для детского белья. Во-первых, у таких средств в основном всегда хорошие составы. Этот гель идет с экстрактом ромашки и чистотила без одушек и без красителей. Напишите, кто пользовался таким средством. Как вам понравилось, не понравилось. Мне очень будет важно почитать ваши комментарии. И последнее. Такая вот брошюрка. Это новая серия Аптекаль. По уходу за волосами на основе натуральных компонентов. И все тут идут средства по номерам, рецептам. Здесь у нас есть и перен для кожи головы, и маска укрепляющая мед и лук. И маска против выпадения с лопухом и с красным перцем. И маска для роста с кератином и айером. Также напишите, кто пользовался такой серией. На этом все. Надеюсь, вам понравилось данное видео и оно стало для вас полезным. И пользуясь случаем, хочу вас поздравить с наступающим Новым Годом. Пожелать вам крепкого здоровья, исполнения желаний и всего вам самого лучшего. Мира и благополучия вашим семьям. Всем пока-пока. До новых встреч и хорошего настроения. Чао.